Привет! Перед тематическим видео хочу порекомендовать тебе мой канал влогов. Там по ходу дела я записываю о событиях из моей жизни. Записываю все, что хочу. Если тебе интересно, заходи и смотри. Если понравится, то подписывайся и ставь лайк. Увидимся на моем канале влогов. Всем привет, друзья! С вами я, Волтишевский. И перед вами три смартфона. Слева у нас Meizu M1 Mini. Далее по центру у нас идет Lenovo K30W. И справа у нас Xiaomi Redmi 2. От самой известной китайской компании после Lenovo. Это Xiaomi. Я решил сделать небольшое сравнение. Вообще, у меня идея была такая. Lenovo сравнить с Xiaomi, потом Xiaomi сравнить с Meizu, а потом Meizu сравнить с Lenovo. Короче, такая вот лабуда у меня была. Ну, думаю, блин, капец, нафиг надо. Вот будет три смарта и будем все три обсуждать, рассказывать вам и так далее. Смотрите, здесь 5 дюймов HD-экран, 5 дюймов HD-экран, здесь 4,7 HD-экран. Далее. Везде есть фронтальные камеры. Вот по заверениям, как говорится, производителя здесь 5 мегапикселей фронтальные. Здесь у двоих смартфонов по 2 мегапикселя. В общем-то, здесь стоит FlymeOS, вот такая вот оболочка. Тут видите, hello, привет, медведь, короче, давайте потусим. Это их какие-то сервисы, все на китайском. Все это есть, все это можно удалить. К примеру, даже вот таким элементарным способом взять и удалить. Здесь тоже были всякие китайские сервисы, но здесь есть, сейчас мы посмотрим, кроме моба-маркета, здесь есть еще права суперпользователя, что является тоже с разной прикольной фичей. Здесь стоит еженедельная сборка от Miya UISU, сайт такой есть. И давайте посмотрим об устройстве, имя устройства, нет, не имя устройства, а модель, версия, видите, 5.6.1.1 еженедельная. Вот такая вот версия здесь стоит. В общем-то, есть три таких вот смартфончика с разными функциями. В основном, как бы, основные функции у них одинаковые, да, то есть это смартфоны, которые умеют звонить, все динамики хорошие, все микрофончики хорошие, то есть тут никаких нареканий, минусов нету. Что мне нравится, к примеру, в Meizu? Мне нравится, во-первых, вот этот пластиковый корпус и внешний вид. Он реально красивый, симпатичный, намного, как бы, интереснее, нежели в том же самом, к примеру, там, Xiaomi. Но, что мне не нравится в этом смартфоне, то, что он, ну, как бы, как детский, реально как детский. Вот, и вот эта вот часть, где вставляется слот, ну, как бы, где слот для сим-карты, то он тут, как бы, очень туго заходит, то есть, короче, там его надо специально вставлять, потому что не всегда, как бы, попадаешь правильно. Также, что мне не нравится, то, что он, ну, как бы, скользкий, реально скользкий. Это тоже такой момент, нюанс есть Также я не привык к этой одной сенсорной кнопочке по центру Что для меня является тоже определенным минусом Плюсом является то, что узкие рамки И он выглядит такой, ну не знаю, как флагман Что касается Lenovo, мне он нравится больше всех По внешнему виду все стандартное Кроме того, что есть еще и два динамика То, что мне нравится Практичный корпус, все как надо Также здесь есть по краю дисплея кантик Который не дает царапаться дисплею, когда кладешь его на стол Это тоже определенный плюсик Хотя здесь тоже этот кантик есть И в Redmi 2 тоже есть этот кантик Также три сенсорные клавиши Минус то, что они не подсвечиваются Это такой определенный минус Но в общем-то аппарат мне действительно нравится Плюс ко всему желтый цвет Желтый и синий Такой вот симпатичный Проукраинский цвет И теперь давайте будем смотреть еще на сам вот этот смартфон То есть это Redmi 2 Здесь стояла китайская прошивочка Такая отстойная-отстойная Я поставил еженедельную сборку И она стала прям Ну как бы смартфон реально заиграл То есть он, во-первых, стал шустрее работать Во-вторых, все вот эти вот плюшки с шторками и так далее Они полностью русифицировались То есть нету ничего китайского Это большой-большой плюс Хотя в принципе можно поставить и там и там Вот все это дело То есть Но здесь было настолько просто То есть ты просто закачиваешь сюда этот файл апдейт Перезагружаешь его там Зажимаешь на кнопочки Нажимаешь апдейт Ну там надо вайкнуть эти кэш И потом апдейт и все То есть настолько все просто То есть не надо устанавливать никакие программки Как вот сюда То есть нужно какие-то специальные программки ставить Все это такая лабуда Вот, которая мне не нравится Я, конечно, буду скоро его перепрошивать Но тем не менее Вот как по мне Это лично мое То есть поверьте Может быть у кого-то Совершенно как бы другое мнение будет И я не могу сказать Что мое мнение однозначно правильное Но вот если сравнивать эти два смартфона То за счет как бы вот этого большого дисплея Здесь он больше Он как бы приятнее Но вот этот смарт Он как бы выигрывает тем Что он очень компактный Это мне нравится Мне нравится его компактность Он реально круто смотрится Плюс вот эти вот сенсорные клавиши Они хоть и не подсвечиваются Но они отражаются на свету То есть получается так Что если есть какой-то свет Вот они идут как то ли фосфорным То ли еще какие-то Вот видите они прям отражаются Если вот так вот закрыть То ничего не видно Раз сразу заиграли Эти клавиши здесь Ну лучше чем видно чем здесь Да вот смотрите Вот у Lenovo и Xiaomi Приятнее на порядок приятнее Да А у Meizu Она светится Эта кнопочка Но как-то тускловато очень светится Не знаю Теперь давайте как бы немножечко По железу По начинке Что они из себя представляют Эти аппараты И что они могут Дело в том Что здесь стоит 64-битный NTK 6732 Здесь стоит Qualcomm И здесь стоит Qualcomm Процессор 410-й Qualcomm Что как по мне Вызывает чуть больше доверия Чем у NTK Но поверьте Как бы по сути Сейчас NTK ничем не проигрывает Qualcomm По сути как бы то же самое Иногда даже лучше Вот Потому что как бы оболочки Работают быстро Железо отрабатывает хорошо Гига оперативки Гига оперативки Гига оперативки По встроенной памяти Давайте мы посмотрим Что касается встроенной памяти Насколько я знаю Здесь у нас идет Всего лишь 8 гигабайт Встроенной памяти Да видите Свободно 4.3 Вот память 8 гигабайт Всего 7.28 Далее Здесь в Lenovo У нас идет 16 гигабайт Встроенной памяти Что дает ему Как бы больше преимущества Ну а у Xiaomi Есть версия Более дорогая Она уже идет На 16 гигабайт Но стандартная Идет на 8 гигов Тоже 8 гигабайт Видите 5.75 Доступно 3.59 И так далее То есть получается так Что по памяти Конечно же Выигрывает Lenovo Это Ну как бы Преимущество Lenovo Можно сказать такое Хотя можно карту памяти Ставить здесь Здесь И здесь В чем как бы Определенный плюс Единственный нюанс То что в Xiaomi Нельзя приложение Перемещать на карту памяти В Lenovo Можно Здесь я К сожалению Не тестил Но насколько я помню Сейчас мы посмотрим Ну здесь тоже нельзя Здесь насколько я помню Тоже было нельзя Вот они вообще Как бы сейчас И Xiaomi И Meizu Придерживаются Как бы темы То что Бест карт памяти Выпускают смартфоны Бест карт памяти Зачем? Затем Чтобы Была Ну покупатели Покупали Там не 16 Встроенная Да То есть Или 16 Если надо 32 Или 64 Там Или 128 Гигабайт В зависимости от Ну хотя У них по-моему 128 нету Только 64 Максимум Это как бы Такой Определенный Нюанс Что касается Автономности То Она мне показалась На Lenovo Наилучшей Но Самый большой Объем батареи Все-таки У Meizu 2,5 2,3 И 2000 То есть Такая вот Разница И Вы знаете Ну Я лично Как бы Считаю Что Скорее всего Здесь Автономность У нюансы Есть За счет Вот этого Мощного 6732 По 1,5 Гигагерца Графического Чипа Что В принципе Как бы Дает Определенные Как бы Ну Нюансы По Автономности Хотя Там Можно Как бы Менять Режим Потребления То есть Сейчас Стоит Сбалансированный Но Когда Выставляешь Производительный Соответственно Все идет Как бы На более Ускоренных Парах И что Как бы Является Определенным Как бы Нюансом Ну Сбалансированный Можно даже Энергосберегающий То есть Если вы будете Только звонить Вы будете Только пользоваться Смартфоном Просто Как смартфоном Без игр То можно Пользоваться Все время Энергосберегающим И это круто Также Хочу отметить Что Meizu Выигрывает Камерами Здесь 13,5 Мегапикселей Камеры То есть Основная 13 Фронтальная 5 Давайте мы посмотрим На снимки Которые делает Основная камера Сейчас Мы Делаем Снимок Раз Два И Также Здесь можно Настраивать Там Сякие Различные Режимы Ручные Портреты И так далее И Снимки Получаются Вполне себе Приемлемые Давайте посмотрим На снимок Вот Пожалуйста Это снимок На основную Камеру Но по сути Получается так Что основная Камера На том же Самом Lenovo Она не Уступает И давайте Мы посмотрим Как фотографирует Lenovo И так Сделал я Два снимка Причем Что один С HDR Второй Без Вот с HDR Получился Вообще Какой-то Несуразный А здесь Насыщенность Цветов Даже На порядок Выше Нежели В Моизушной Камере Как вы Видите То есть Яркость И все Остальное Ну давайте Мы теперь Посмотрим На Xiaomi Что она Может И что Мы можем Увидеть На камере Xiaomi Так Фоткает Она достаточно Быстро И Смотрим Это без Режима HDR Как мы Видим Что На всех Трех Смартфонах Получились Как бы Снимки Весьма Неплохо Но Как по мне На Экране Самого Смартфона Наибольшую Мне нравится У Lenovo Хотя Оно Перенасыщенное Более Естественные Цвета Уже Находятся На Meizu И на Xiaomi Но Вам на Экране Я продемонстрирую Фоточки Которые Загрузились В компьютер Чтобы вы Видели На весь Экран Сейчас Давайте Lenovo Фотография Вот так Она Выглядит Теперь Meizu Фотография Вот так Она Выглядит И Фотография На Xiaomi Фотография Выглядит Вот таким Образом Можете В комментариях Написать Где Вам Больше Нравится Камера В каком Смартфоне Дальше Последние Штрихи Которые Я хотел Сказать О Этих Смартфонах Это Что Касается Музыки То Прослушивание Музыки В наушниках Показало Что Наибольше Мне нравится Звук В Lenovo Потом В Meizu И потом В Xiaomi Вот такие Вот как Тесты проведены Через Наушники Xiaomi Piston Use В общем На этом Я буду Заканчивать Видео По Крутости Скажу Что у каждого Смартфона Есть свои Плюсы Есть свои Минусы Есть свои Особенности Я Понятно Что Все 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 Рассказать Вам Потом На втором Месте Является Meizu И на третьем Месте Xiaomi Redmi 2 Но Если Это Посмотреть С моей Стороны Если С точки Звения К примеру Человека Которому Нужна Простота Удобство И компактность То Xiaomi Выигрывает Плюс ко всему Оболочка Здесь Самая Приятная Более Приятная Чем В Meizu И в Lenovo То есть Здесь Она мне Наибольше Нравится И плюс ко всему Вот эта Функциональность И так далее То есть И он 4,7 дюйма И он Красиво Как бы Смотрится Для Своего Как бы Размера У Lenovo Это Стереодинамики Это В принципе Как бы Неплохой Запас Памяти 16 гигабайт То есть Если Здесь По 8 Да То Тут 16 гигабайт И Неплохая Автономность У Meizu Как бы Есть Какой Нюанс Это То Что У него Как бы Такой Достаточно То есть Людям Возможно Понравится И 5 мегапиксельная Фронтальная Камера Которая Ну Чуть Получше Нежели У этих Двоих Смартфонов Также Meizu Он Интересен Тем Что У него Такой Мультяшный Пластиковый Корпус Который Отличает Его От Этих Корпусов То есть Эти Стандартные А здесь Он Такой Необычный Ну Чем-то Смахивает My iPhone Кстати Многие Владельцы Meizu Они Говорят В отзывах О том Что Смартфоны Очень Айфоноподобные И люди Их часто Путают О У тебя Что iPhone 5C О Что У тебя iPhone 5S Или iPhone 6 То есть Meizu МX4 Часто Путает С Айфоном Шестым То есть Meizu Реально Классная Фирма И Вот Этим Тоже Моментом Он Выигрывает В принципе Я на этом Буду Заканчивать Единственное Что Еще Добавлю В конце Что Ну Каждый Выбирает Тот Смартфон Который Ему Нравится На любителя То есть Нет Однозначного Победителя Здесь То есть Они Все Равны Практически Между Собою И В определенном Формате Где-то Выигрывает Один Смартфон В определенном Формате Выигрывает Другой Смартфон В определенном Формате Выигрывает Третий Смартфон Однозначное Такое Решение И цифры Там Что Самый The Best Of The Best С отрывом Уходит Meizu Или там Lenovo Или Xiaomi Вот Среди этих Трех аппаратов К сожалению Нету Все Три Смотрите Обзоры И Исходя из Обзоров Уже Как бы Определяйтесь О Мне нравится Meizu Я хочу Meizu Я буду Покупать Meizu О Мне нравится Lenovo Я хочу Lenovo Буду Покупать Lenovo О Мне нравится Xiaomi Я буду Покупать Xiaomi То есть Тут уже Как говорится Все Зависит От вас На этом Я буду Закончить Своё Видео Пишите В комментариях Какое Вам Нравится Больше И Не забывайте Ставить Лайк Подписываться На канал Всем пока До скорых Встреч В новых Видео А также Подписывайтесь На страницы Социальных Сетей Группу Вконтакте Инстаграм И Твиттер